Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. Взрывом выбросило на обочину, а дальше в дерево. Ну, там уже шансов никаких. Погибшие? Да, труп мужчины, предположительно владелец автомобиля Голубев. И труп женщины. Пока не опознали. Может быть, любовница? Как думаешь? Любовница? При такой-то жене? Сержант! Как раз-таки, при таких-то и лезут на стену. О чем она у вас спрашивала? Девочку она потеряла. Вроде бы в машине была. В этой с жертвами? Нет, в той. А что за девочка? Дочь? Дочь в машине сидит. А стало быть, не дочь. Странная история. Да она вообще странно себя ведет. И на смерть мужа так же реагирует. Странно. Спишем на шоковое состояние пока. Ее нигде нет. Кого? Девочки, Марусь. Ее нигде нет. Я не знаю, куда она подевалась. Папа погиб. Мам. Какой девочки? Его больше нет и не будет. А ты о какой-то девчонке думаешь? Да что не так-то с тобой? Виктория Федоровна, нам нужно будет побеседовать с вами в ближайшее время, когда вы, конечно, сочтете возможным прояснить, так сказать, некоторые моменты. Зачем откладывать? Спрашивайте сейчас. А вы не припомните каких-либо конфликтов связанных с вашим мужем? Нет. Разве что Ранчин. Ранчин? Да, это давний сотрудник Сергея. Он практически с самого начала. В телекомпании. Так вот, позавчера Сережа его уволил. Я бы даже сказала, со скандалом. Причина? Ходили какие-то мутные слухи об откатах, я не в курсе. Спросите у Риты. Это кто? Рита Сажина, личная помощница, Сергея. Ваш шеф уволил одного из продюсеров, Ранчина. Что вы знаете об этом? Ранчин предоставлял липовую отчетность, проворачивал махинации со сметами. Увольнение было вопросом времени. И как долго он этим занимался? Не думаю, что долго. Все тайное стало явным при первом же аудите. Расскажите о вашем шефе. Сильный профессионал. И все? Этого достаточно. Отношения с женой? Ну, видимо, имелись какие-то. То есть идеальными их назвать нельзя? Может, это и есть идеальные. А любовницы были у него? Если я вам это скажу, это как-то поможет следствию? Несомненно. В командировке Голубев ездил не один. Как правило, его сопровождали женщины, довольно привлекательные. Вы их видели? Я видела фотографии. за гранпаспортах. Я занималась его билетами. Это Голубев настолько вам доверял? Конечно. Я человек корпорации. А те женщины? А те женщины никакого отношения к нашей телекомпании не вели. А жена знала об этих... Тришках? Я не знаю. Может, да, может, нет. Скажите, это не одна из них? Тришкова. Нет. Хотя, вполне в его вкусе. Я была на опознании. Скажи, что это не папа. Скажи, что не он. Доченька, нам нужно быть сильной. Да ты, ты во всем виновата. Вам помог. С gardening labor益. Да ты. Не могу. Чтобы убить. Скажи, что diameter со objectив. Хороший толк. С tudится. Да ты, ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вы кто? Меня зовут Копейкин Андрей Геннадьевич. Я следователь по делу. Для начала я хотел бы пообщаться с вами. О чём? Примите мои соболезнования. Понимаю, тяжело терять близких людей. Вы же всем так говорите. Сколько раз в месяц? Я понимаю ваши чувства. Не понимаете? О чём говорить будем? Об отношениях в вашей семье. Отец с матерью они ссорились? А вы видели семьи, где они ссорятся? А из-за чего возникало недопонимание? У них были разные взгляды на моё воспитание. Пришлось вырасти невоспитанной, чтоб никого не обидеть. Скажите, вы раньше видели эту женщину? Да. Где? Там, в лесу, в машине у отца. А раньше? Спасибо. Звоните руководству. Пошёл ты к чёрту. Кого это ты там так припечатал, Геннадьевич? Я почём знаю. Третий раз в телевидении звонят. Откуда только номер узнают. Работа у них такая. Пасовать свой нос куда можно и куда нельзя. Да, живо они интересуются ходом расследования. В телик зовут. Ну так и чего ты? Сходил бы, вдруг бы понравилось. Ну, подженился бы, может, на какой теледиве. Один уже подженился, чем закончилось? Тут другая причина – следственная связь. Голубев из жены звезду слепил. И наоборот. Я всё забыть не могу. Как она на смерть мужа реагировала? Как? Никак. Ты что, не помнишь разве? Шоковое состояние. Мы это с тобой уже обсуждали. Хотя… С другой стороны, с мужем-то не всё гладко было, да и сам он поводы давал. Угу. На одну ночь домой не пришёл переночевать и всё. Она сразу в полицию побежала. Стандартный ход для тех, у кого рыльца в пушку. Чтоб подозрения от себя отвести. Мне эта девочка покоя не даёт. Какая? Которую Голубева искала на месте преступления. А была ли девочка? Была. Эх, видела же, да? А я тебя обрадовать хотел. Да? С чего бы мне радоваться? Да ладно, это шутка. Просто говорят, он тебе приличную жизнь подгадил. Да? Что ещё говорят? Говорят, кислород перекрывал. И в том, что тебя отовсюду выпереть пытались, тоже его заслуга. Стас, у тебя неверные сведения. Это я сам себя отовсюду выпер. О, не, ну всё-таки, а. Где ты ему дорогу перешёл, а? Женщина? Слушай, уймись уже, а. Кстати, о женщинах. Как там наша новая стажёрка справляется? Как её там? Наташа? Софья. Её зовут Софья Голубева. Это то, о чём я подумал? Именно. Да ладно. Дочь Голубева здесь у нас? Пойду пройдусь. Чудные твои дела, господи. Спасибо, Виктория Петровна. Если всё подтвердится, девочку обязательно в розыск. Дочь Голубева сообщила фамилию той самой девочки. Милетич. Зовут Маруся. А мать она называла Сашей. Значит, по всем базам будем пробивать Александру Милетичу. Обеих. Сдается мне, что это Александра была любовницей Голубева. Не просто любовницей. Возможно, там возникли серьёзные отношения. Думаешь? Ну, перевести женщину с ребёнком к себе на дачу. Это тебе не в Европу с бабой слетать. Возможно, Голубев хотел развестись. Возможно, сказал об этом жене. Или она сама что-то заподозрила. Тогда и денежки пришлось бы делить. А тут не факт, что Голубева осталось бы в выигрыше. А так, нет мужа, нет проблем. Заодно и от любовницы избавилась. Приглядишь за вдовушкой. Викочка дорогая. Здравствуйте, Вера. Я вам так соболезну. Спасибо. Зайдёте? У меня перок только-только подошёл. Вера, у меня нет времени. У меня к вам такой вопрос. Он может быть странный, но тем не менее. Вы не видели тут девочку? Девочку? Да, девочку лет десяти, такая бойкая, светловолосая. Не видела. А что за девочка? Откуда? Вера, у меня к вам большая просьба. Если вы увидите девочку, позвоните мне, пожалуйста. Обязательно. Спасибо. Виктория, прокомментируйте слухи об убийстве вашего мужа, пожалуйста. Говорят, у него был страстный роман. Вы были знакомы с соперницей. Очевидно, что лицу канала Киви ТВ нечего нам сказать. Я надеюсь, что выводы следствия сделают её более разговорчивой. Шикольё. Когда это закончится? Ну, когда отрежут голову кому-то помедине тебя. Мам, ну ты ж сама телевизионщица. Знаешь, как там всё работает. У них на каждую знаменитость досье толщиной с Биг Мак. Время – деньги. Ты не видела мои солнцезащитные очки, которые мы в Мадриде покупали? Не поможет, мам. Даже скафандр не поможет. А что поможет? Ай, пойдём. Нечего тут сидеть. Пойдём. Вставай. Настаиваешь? Ага. Ну, ладно. И как говоришь, это называется? Сават. Французский бокс. Держи. А как насчёт французского поцелуя? А все плюшки потом. Если будешь хорошим мальчиком. Ага. Ну вот. А все говорят, что я плохой. Ты себе льстишь. Нисколько. Кто? Сын богатого папы. Сын самого Фёдора Слуцкого. Прожигатель жизни. У кого сто пятьсот штрафов за привившение скорости и неправильную парковку? Эй. Эй, ты чего? А, кстати, о боссах. Нет. А я всё гадала, когда же ты уже спросишь. Как думаешь, Виктория причастна к убийству? Лучше тигр на равнении, чем змея в высокой траве. Слышал такую поговорку? Так вот, Виктория тигр на равнении, вот что я думаю. Значит, где-то ползает змея. Знаешь что? Я думаю, что Голубев с кем-то что-то не поделил в прошлом. Просто был один телефонный разговор, я... Нечаянно его послушала. Там речь шла о каких-то старых делах, о которых все забыли, они вдруг взяли и всплыли. Прям как мёртвые киты. Ну, Голубев так и сказал, мёртвые киты. Что-то многовато фауны на один вечер. Я думаю, это была метафора. Он умел. Я опоздала? Нет, это я пораньше пришёл. Короче, тут такое дело, вам с мамой нужна помощь. Чёрт, нет. Это не обсуждается. Ну, я имею в виду, что только маме нужна. Она старается держаться, но я вижу, что её это просто убивает. Эти сволочи её топят. В этих ток-шоу, в программках дурацких, в соцсети вообще лучше не заходить. Вот и не заходи. Но это же не выход. Я знаю. Тебе известно, кто ведёт дело твоего отца. Следователь Копейкин. Жаль, не Рублёв. У меня только пару минут, о чём хотел поговорить. Здорово, о деле Голдова. Ты же знаешь, для пресс комментариев не дай. Это не для пресса, это для меня. Ладно. В память о том, как ты спас мне жизнь, вы говорили. Что именно ты хочешь знать? Ну, мотивы, подозреваемые, что там ещё? Версий несколько. Основной подозреваемый – жена. Жена? Ну, потому что жена – очевидный выгодополучатель. Мотивов может быть несколько. И все они довольно убедительны. Ну, ты хочешь сказать, что известная ведущая засунула бомбу в машину собственного мужа? Сообщников ещё никто не отменял. Как и вариант заказа тоже. Хорошо. А что за женщина погибла вместе с Голубевым? Личность установили? Нет. Но по предварительным данным, её зовут Александра, фамилия, возможно, Милетич. Да на вот, можешь сам посмотреть. По базам пробили и нигде не нашли. Я попробую по своим каналам пробить. Давай. Но только для личного пользования, никуда не выкладывай. Не вопрос. Слушай, Кир, может вечером пересчёмся? Есть же что вспомнить. Давай. Что-то потерял? Да объектив где-то посеял. В твоём бардаке ничего не найдёшь. Ну да. Объектив посеял ты, а бардак у меня. Это она спит или… Или. Красивая. Жалко её. Знаешь, а я её где-то видел. Точно? Такое лицо не забудешь. Она была в машине. Вместе с Голубевым в момент взрыва. Ого. Да. Так. Чёрт. Ну-ка. Уступи место для дописцу времени. Двухтысячная. Александра Войтенко, вице-мисс Россия, 2008. Точно. Александра Войтенко. Стас. Ты не просто летописец. Ты корифей эпохи. Говори, говори, говори. Молодец. Просто как музыка для меня. Наконец-то ты это признал. Маруся. М? Где ты была? Я тебя искала везде. У меня были дела. А как ты меня нашла? Ну, как-как? Мы с Сашей ждали здесь. Перед тем, как нас тот, он, ну, твой муж, привёз на дачу. Я есть хочу очень. Да, конечно. Пойдём. Добавки? Чаю. Сейчас. Так почему ты сбежала? Может, мне нужно что-то знать? Не-а. У вас хороший дом. Большой. У нас с Сашей такого не было. Вообще никакого не было. А где же вы жили? То тут, то там. Когда я маленькая была, мы в Голландии жили. А ещё в Венгрии, в этой Хорватии или Черногории. А потом в Россию перебрались. И здесь тоже по разным городам поездили. А как же школа? Ты училась? Через пень к колоду. Так правильно говорить? Да. Месяц где-нибудь проучусь, и снова надо уезжать. Только в Технополисе на полгода задержались. Вам там понравилось? Там был Горан. Он к нам из Черногории перебрался. А кто такой Горан? Лучшая версия папы. Я всё-таки не пойму, почему именно жена? Конкуренты не рассматриваются. Телевидение – это же ещё и бизнес. Он пока ничего такого не просматривается. Да и конкуренты сейчас в теле девяностых не работают. Может быть, личные враги? Раскручиваем одного. Некто Ранчин. Он был уволен Голубевым за махинации. Ну, чтоб убивать, да ещё двоих. Как чересё. Слушай, ну мог не знать, что в машине будет ещё женщина. Любовница? Есть такая вероятность. С этой женщиной сложнее всего. Никак не можем понять, что к чему и кто откуда. Да ещё эта девчонка… Что за девочка? Дочь покойная. Якобы Голубева нашли её на даче, потом она исчезла. И Голубева начала её искать сразу после похорон. Ай, ладно, давай лучше выпьем. За то, что выжили тогда в Агвале. Куда в такую рань? Ты же собиралась дома посидеть, пока идти не успокоиться. Я с удовольствием осталась бы, но встречу с инвесторами никто не отменял. Кстати, теперь можешь не бояться. Никита обещал помочь. Какой Никита? Ершов? Ну да. Бред. Этот неудачник сам себя помочь не может. Дай-ка угадаю, он по-прежнему живёт там же, где и работает. У него даже, собственно, угла нет. А я смотрю, ты много о нём знаешь. Не знаю так просто. Наслышанно. Сама же сказала, что он легенда. И легенда журналистских расследований, между прочим. Может, всё-таки стоит ему довериться? Я запрещаю тебе с ним общаться. Ты мне запрещаешь? А, кстати, почему ты мне запрещаешь? Потому что он плохая для тебя компания. Просто поверь. Придётся придумать что-то поинтереснее. Может, у него биполярка, например. Или мания преследования. Или синдром сверхценных идей. Тебя бы это остановило. Ладно. Мне пора. Покорми Марусю и переодень её, пожалуйста. Я приготовила кое-что из твоих детских вещей. Марусю? Погоди. Да, да. Ту самую, которая нашлась. Спит в гостевой комнате. Пока. Ничего-то я не сплю. О, предупреждаю. Повар я хреновый. Так что кормись самам. Посмотрим. Каша, омлет, блинчики. А ты, типа, готовишь? Ну да. Зашибись. Тогда мне, пожалуйста, омлет из трёх яиц. Нет. Омлет из трёх яиц отменяется. Будут блинчики. То есть как-то отменяется? Тут только два яйца. Ну что ж. Примите ещё раз мои соболезнования и помните. Я всегда к вашим услугам. Я всегда открыт для предложений. Самых разных. Спасибо. Я рада перспективе совместной работы. Я тоже. Исходя из той концепции, которую вы представили, шоу должно получиться очень интересным. Мои юристы подготовят договор. До свидания. До свидания. На твоём месте я бы не обольщался. Он валивает деньги в проект только потому, что запал на тебя. Вряд ли такое будет срабатывать постоянно. С другими инвесторами. Я не обольщаюсь. А не лучше ли довериться тому, что провёл десятки подобных переговоров? В конце концов, я совладелец канала. Но контрольный пакет тебе не принадлежит. А, ну так он и к тебе ещё не перешёл? Или так не терпится занять кабинет покойного мужа? Руководить каналом из гримерки не очень удобно, так не считаешь? Ну-ну. Виктория? Нужно подписать кое-какие бумаги. Ну что, малявка, обманула ты меня? Никакая ты не милетичка. Конечно, обманула. Я же не знала, кто ты. Вот ты бы стала палиться. Разумно. Ну сейчас-то ты знаешь, кто я. Знаю, кто Вика. Она из телевизора. Программу там ведёт. Верно? Ну, а я журналистскими расследованиями занимаюсь. Справедливость восстанавливаю. Я тоже хочу восстанавливать. Да что ты. Тогда нам надо действовать вместе. Смотри, вопрос номер один. У твоей мамы кто-то был? Ты бойфрендов имеешь в виду? Ну, да. Саша их только так раскидывала. Они все были полезные идиоты. Так Саша говорила. Один только Горн классный. Мы его в Черногории подцепили. Так это он Милетич? Ну да. А, вот вспомнила. Он звонил, когда мы уже у вас на даче жили. Сказал, что нельзя ввязываться в это дело. Оно опасное. Не знаю. Ну, а расскажи, кто такой Горн? Ну, он к нам в Будве приклеился. Это такой город в Черногории. На море. Там здорово было. Мы на катере катались. И на пляж ходили каждый день. А еще мне тулумбы нравились. Это такие маленькие пироженки. Так, стоп. Горн. Не отвлекаемся. Горн хороший. Заботился о нас. Саша помогал. Помогал с чем? Ну, он же ужасно крутой программист. И Саше почему-то это было важно. Он и для меня игру сделал. До сих пор ее до конца пройти не могу. Так, ну, а сюда он, получается, из-за вас переехал? Ну да. Сейчас он в Технополисе работает. Трутое место. Только скучное. Там очень тихо. И много маленьких домов. И несколько очень огромных. А, знаю. Это, это, надо деревушка для особых продвинутых. Давай, дожевывай. Пойдем. Привет. Что-то случилось? Да, пока нет. А вы куда-то собираетесь? Да, Воронеж. Я так понимаю, это та самая девочка, которую все обыскались? Маруся. Никит. Я знаю. Мне Соня рассказала. Ты крутой, и ты нам поможешь. Я постараюсь. Марусь, мы тебя оставим ненадолго? Угу. А я думала, вы нас до Технополиса подкинете. А что там? Там возлюбленная этой Саши. Войтенко. Ее фамилия Войтенко. Угу. А еще что-нибудь известно? Немного. Родилась в Воронеже. Вице-мисс России. Поработала с полгода в модельном агентстве, а потом пропала. Сплыла спустя десять лет на Кипре. И потом опять потерялась. В России появилась два года назад и сразу залегла на дно. Больше ничего. Да, насыщенная жизнь у человека была. Не завидую. Ее как будто стерли. Ни налогов, ни регистрации, ничего. Даже ребенок не приписан ни к одной из поликлиник. Я уже не говорю про школу. Так, ладно. А в Воронеж зачем? Ну там у нее мать, друзья, детство. Больше зацепок нет. Ну почему? Есть. Горн Милетич. Вот я как раз и собиралась его навестить. Хорошо. Давай тогда разделимся. Слушай, я поеду в аэропорт, иначе опоздаю на самолет. Угу. Будете уходить, просто захлопните дверь. Ок. Алло, Соня, ну как вы там? Все отлично, гуляем. К вечеру вернемся домой. Хорошо, пообедайте где-нибудь. Хорошо. Слушай, спроси у Маруси, какой у нее размер ноги? Только ноги? А одежда? Да, я с одеждой примерно понимаю. Тридцать четвертый. Тридцать четвертый. Хорошо. Что-нибудь еще? Будьте осторожны. Да. Блин, ну это дохлый номер. Он по-любому после работы уже завалился в какой-нибудь барчелло, пьет пивас, ни о чем не думает. Не, он не пьет. И всегда домой в одно и то же время возвращается. Любит порядок. Саша говорит, что он отстойный черногорец. Уже немца. Ладно. Будем ждать твоего. Уже немца. Слушай, а этот Никита, ты его давно знаешь? Да, если честно, не очень. Совсем почти не знаю. Он хороший. Хороший. Горан! 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 А где Саша? А Александра погибла неделю назад. Я приехал в Россию за ними. За ней. Что мне теперь здесь делать? Поедешь со мной в Буду? Да кто ее выпустит с вами из страны? Ну, у тебя же нет никого, кроме меня. Ну, почему? Я есть. И мы еще должны найти тех, кто убил Сашу. Полиция пусть ищет. Может, Александра говорила вам что-то? Горан, помоги нам, пожалуйста. Она связалась с опасным человеком. Вы знаете, кто это? Нет. А даже если б знал, не сказал бы. Ни одна тайна не стоит жизни. Я не такой сумасшедший, как Саша. И вы не будьте. Ну, то есть вы что-то знаете, но не скажете, так? Ясно. Нам пора. Соня. Послушай меня. Все самое важное можно узнать только случайно. Ценная информация. Она нам обязательно поможет. Соня. Опять звонишь. Хочу, чтоб на тебя милицию привлекла. Смотри, дождешься. Нина Михайловна, я приехал поговорить о вашей дочери, Александре. А откуда у меня дочь? Посмотрите, это же она? Шлюха. Глаза мы ее не видели. Знать ее не хочу. Нина Михайловна, вы в курсе, что у вас есть внучка Маруся? Шлюхина дочь? Мне не внучка. Убирайся! Может, бросишь дурить? Переездишь ко мне? У меня, халупа, всяко поприличнее будет. Ну, не. Каждому зверю нужно свое логово. Ну, и какой же ты зверь? Я? Волчица. Разве не видно? А я? А ты? Давай-ка подумать. Сурикат? Ну, сейчас даже обидно было. Если ты будешь работать над собой, то дорастешь до росомахи, а это очень перспективное животное. Знаешь, я иногда даже жалею, что согласился тебе позвонить. В смысле согласился? Это же мой отец сказал, что Голубев нашел редкую жемчужину. И дал твой номер телефона. Что ж. У Федора Слуцкого со стратегическим мышлением все в порядке. Посчитал мне ликвидным активом. Я порщена. Обиденность? Нет. Просто не хочу быть тягловой силой или тылом для чужой карьеры. Тут свое бы не упустить. А может, ну ее эту карьеру? Уедем в Швейцарию. Угу. Уток на Женевском озере кормить. Хм. Ну, давай в Австралию. Кормить крокодилов. Крокодилов? Крокодилов мне и здесь хватает. Хм. Такую девочку забыть невозможно. Жаль, что ее судьба сложилась так печально. Но, если честно, были и все предпосылки. Предпосылки? Ну, вы же видели ее мать. Совершенно невменяемая женщина. И Саша была трудным подростком. Скажите, а у нее были друзья? Да. Был один, лет на семь старше ее. Тоже наш ученик. Костя Мурадов. И именно он ее пригрел, когда она приехала в Москву. Судя по всему, у них были близкие отношения. Скажите, а об этом Косте ничего не известно? Ну, почему? Он тоже плохо кончил. Лет десять назад его убили. А можно поподробнее? Вам нужно найти Петра Мухина. Они были не разлей вода. Кстати, Мухин сейчас адвокат. Петр Мухин. Костя Мурадов. Спасибо вам большое. Да не за что. До свидания. До свидания. Хорошо, что ты пришла. У меня просто больше некому обратиться, Федь. У девочки нет документов, я даже в школу не могу ее устроить. Виколь, не волнуйся как-то. А если полиция узнает? Ее отправят в детский дом. Я не могу этого допустить. Я тебе обещаю, сделаю все возможно. Спасибо тебе. Мне правда неловко тебя беспокоить, но я места себе не напишу. Я говорю, я тебя очень хорошо понимаю. Дети, они всегда дети. У меня вот самого на болту с двадцать шесть лет, а… Гарик, дело есть. Видимо, важное, раз даже поздороваться некогда. Выкладывай. Тебе знакома такая фамилия? Мурадов. Константин Мурадов. Что-то смутно знакомое. Посмотри, а. Лады, позвоню, когда сознание прояснится. Отбой. О, привет. Тебе набирал. Я возвращаюсь из аэропорта. Есть новости? Я приеду. Минут через двадцать все расскажу. Отлично. Ну, как там у тебя дела, кстати, с этой девушкой Ритой? Как на минном поле. Но мне нравится. Все рвется в клочья. Ну, и слава Богу. На самом деле, я хотел поговорить с тобой о Виктории Голубевой. Ты мне лучше спроси, когда я ее последний раз видел. Ну, твоя девушка Рита видит ее каждый день. Это вполне достаточно. Ну, и что ты хочешь? Ну, чтобы ты ненавязчиво проспрашивал Риту о состоянии Виктории. Мне кажется, после смерти Сергея она как-то стала не совсем адекватной. В смысле? Ну, подобрала какую-то девочку без документов. Собирается ее удочерить. Ну, я, конечно, спрошу, но Рита обычно держит рот на замке. Буду тебе благодарен, сын. А про Сергея она ничего не упоминала? Ну, мало ли. Какие-то мертвые киты. В смысле, что? Ну, Рита случайно услышала какой-то странный телефонный разговор. Голубев упоминал о каких-то старых делах, которые вдруг всплыли, как мертвые киты. Действительно странные. Привет. Технический перерыв. О, спасибо. Ну, что, стоит признать, что юность Александры была не менее бурной, чем ее зрелость. Из знаковых событий это связь с неким Костей Муратовым. Его убили. Именно после этого Войтенко пропала со всех радаров. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Еще раз адрес. Понял буду. Что случилось? Звонили от Петра Мухина по поводу Александра. Кто такой Петр Мухин? Друг юности Мурадова. Сейчас преуспевающий адвокат. Ладно, мне пора. Я с вами. Это плохая идея. Идея отличная. И все же, за что вас уволил Голубев, да еще так скоропостижно? Я же говорил, повздорили из-за работы. Сергей вообще вспыльчивый человек был. И как-то он так вспылил, что уволил, по вашим словам, друга, с которым его связывали двадцатилетние отношения. Разве по родным и близким не больнее бьют? Вам видней. И про откаты. И про прочие махинации. Наказательство есть? Если есть, предъявляйте обвинение. Следствию стало известно, что Юрий Георгиевич Ранчин получил в армии специальность взрывотехник. Это ж каким идиотом надо быть, чтобы прилюдно поссориться и тут же убить? Так это вы мне и расскажите. Виктория Голубева, в каких вы были отношениях? Да не в каких. Жена босса не более. А говорят, что у вас с ней в тот же день произошел конфликт. Ну, сказал ей глаза, что на пустое место. И что? Ну, может быть, вы специально разыгрываете этот спектакль. А на самом деле действуете заодно. То есть вы хотите повесить двойное убийство на нас двоих? Доказательства есть или опять одни домыслы? Доказательства будут. А к вам, господин Ранчин, огромная просьба. Город не покидать. Да, не очень-то тут гостеприимно. Да, я предупреждал. Нам кажется, сюда. Пойдем. 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 Пойдем.